вопрос номер восемь такой он важный интересный если мне не понравится съемка что будем делать спрашиваете вы иногда нас не иногда частенько здесь в нашей студии вот мы достаточно четкую политику выработали и ответ зависит от того присутствовали вы на съемке или не присутствовали насколько подробно было заполнено tz прошла ли съемка ptz или нет давайте посмотрим значит разберемся вопрос присутствовали вы на съемке начнем с этого если вы присутствовали все смотрели все видели то пересъем не предполагается ни при каком варианте то есть ну кроме каких-то технических косяков если фотограф я не знаю фотографировал в маленьком jpeg например или мыльные фотографии промах с резкостью был и так далее то есть какие-то технические вариант которых у нас в принципе не бывает но вдруг вот тогда конечно если вы присутствовали но мы технически накосячили мы все переснимем без проблем за свой счет но если вдруг вы потом просто передумали у вас изменилось настроение или еще что то то в данной ситуации пересъем не предполагается поэтому присутствие на съемке на вас накладывает некоторые еще и обязательства что вы уже априори соглашайтесь с результатом который вы получите если вы на съемке не присутствуете то мы от вас берем tz как уже говорили ранее tz позволяет нам вынуть из вашей головы всю информацию и снять так как вы хотите если съемка прошла по tz опять же там нет технических косяков все вот в соответствии с тем о чем мы договорились то опять же здесь пересъем никакой не предполагается если мы где-то накосячили не досняли какие-то кадры даже если была сложная съемка с моделями с продуктами питания и так далее это все уже пропала модель уже уехала в таиланд и и так далее если по нашей вине мы сняли не по tz то мы все это за свой счет переснимем не надо этого бояться всякое бывает в жизни но нам нужно как бы друг друга немножко и контролировать но и понимать что же вот поэтому съемка по tz прошла все хорошо пересъемы не предполагаются бывает еще такой момент я хочу вам просто со стороны фотографа и руководителя студии рассказать о некоторой нашей боли бывают клиенты ну крайне редко слава богу они такие не сдержанные например звонят нам и сразу начинают кричать что-то это крайне редкая история но она очень запоминается криком и угрозами вы ничего никогда не добьетесь скорее всего ни от кого поэтому просто сказать ребята мол так и так вот мы говорили это получилось так бывает такое что фотограф не понял вас ну или мы не поняли вас и в целом если ваш подход нормальный если вы вежливый культурный человек если вы нормально умеете разговаривать я имею ду просто по-человечески без крика ора мата угроз там и прочих вот этих вот штук то скорее всего все пойдут вам навстречу мы точно пойдем навстречу и даже переснимем спокойненько молча и не попросим с вас каких-то денег если ну там действительно какая-то спорная ситуация возникла и кто-то кого-то не понял но если вы начинаете угрожать и материться с вами никто разговаривать не будет ну пока вы не остынете как минимум не успокоитесь на нашем сайте в правилах даже первый пункт правилов чтобы не работаем с мягко говоря не культурными людьми то есть мы не хотели бы в студии сотрудничать с людьми которые позволяют себе хамить сотрудникам позволяете хамить другим людям при условии того что у нас студии почти все девушки владелица студии девушка управляющая девушка фотографов большинство девушки поэтому как бы грубости хаос то мы не приветствуем мы тут вспомнили важное замечание и дополнение к этому вопросу то есть если вы присутствовали на съемке допустим вы жена или муж или менеджер и у вас есть начальник условно да неважно в чем лице он вы на съемке были все видели вам все понравилось дальше вы приходите домой или возвращаетесь в офис и вам говорят нет не то не то что мы хотели но вы нас поймите в данной ситуации мы сняли все как вы сказали поэтому здесь опять же пересъем не предполагается и если ваш руководитель партнер хочет что-то переснять и он там ругается то это в любом случае новая съемка потому что вы уже присутствовали вы все приняли соответственно мы будем рады вам помочь приходите снимем по-другому и у вас будет просто два комплекта фотографий кстати говоря очень это удобно вы сможете протестировать и так и так выяснить кто из вас был прав а кто нет собственно говоря посчитав просто продажи и конверсию